Дорогие друзья, приветствую вас на зоне. Сегодня, знаете, такой завтрак, наверное, для ребенка, для любимой. Это можно рассматривать как десерт, не обязательно на завтрак. В общем, я на детях это проверял. Дети просто визжат. Батат. Здесь, наверное, главный герой. Ну, главный герой я, это понятно, но батат тоже, смотрите. Сладкая картошка. Я сейчас ее, родимую, вот так вот почищу, она мытая. Мне нужно ее сварить. Она варится, ну, столько же, сколько обычная картошка, которая не сладкая. Кстати говоря, вот чипсы из батата, вот, ну, к тому же бургеру очень хороши, кстати говоря. То, что я сейчас сделаю, можно сделать и из морковки или из тыквы. Сейчас я его нарезаю, ну, чтобы быстрее сварился. Я нарежу его помельче. Вот так, я могу, да, воду чуть-чуть подсолить. Собственно, и можно пока ничего не делать, потому что батат таки должен свариться. Если на завтрак, то лучше батат с вечера подготовить. Сварить его и пюрировать. Потом уже делов-то немного. Поэтому сейчас батат у меня будет вариться до мягкости. Ну, вот, ребята, сколько тут, 20 минут, и батат готов. Сливаю, немного ставлю на нагрев, чтобы испарилась лишняя влага. Сейчас фишечка будет, ребята, убийственная. Вот влага ушла. Значит, мялкой. В пюре сахар не кладу никакой. Он сладковатый же, батат. Есть и кусочек масла. Сюда. Кусочек сливочного маслица. Все, теперь это пока идет в сторону. Пусть немножко даже подстынет. Банан. Банан. Мне полбанана хватит. И мне хватит одного, ребята, яйца. Прямо сюда в стакан. И теперь вступает в дело блендер. Это Граф. Немецкий бренд, которому больше 100 лет. Посмотрите, он без проводов. Это я к проводу тут. Сзади у меня провод. Потому что я такой, я уже без провода не могу. А он может без провода, потому что он заряжен. Работает где-то 30 минут, может, без подзарядки. Да, вот цикла хватает. Вот так хватает. И дома их с собой куда-нибудь взять, верно? На природу. Либо напугать какого-нибудь бандита блендером же тоже можно. 13 500 оборотов в минуту может он делать. Частота вращения ножа регулируется кнопкой. Сильнее нажал кнопку, выше частота. У него богатая комплектация. И венчик для взбивания, и емкость для взбивания. И емкость для измельчения. И смотрите, даже что есть. Я сейчас вам покажу. Вы удивитесь. Это самая, мне кажется, фишечка. Насадка для ершик, для мытья бутылок. Посмотрите, он такой силиконовый ершик. Вообще просто, да? Я сейчас измельчаю банан и яйцо. Яично-банановый смузи. Сейчас я отстегну ногу. И теперь этот смузи поступает в бататное пюре. Мялка не нужна. Вот так вылил. И перемешал. Ну, получается вот такое нежное пюре. Здесь нет сахара. Ни грамма, помните? Ну, банан сладковатый. И батат. Но сладость такая сдержанная. Но вот она есть. И теперь, это еще, опять же, это еще не фишка. Я сделаю три таких вот формочки. Это запекаемая штука, ребята. Поэтому, видите, керамические формочки. Такие плоские рамкины для запекания. Можно в чайной чашке. В разовых фольговых формочках запечь это все, да? Это прямо из этой штучки надо есть. Поэтому я ничем не смазываю. Мне вынимать это, как вы понимаете, не надо. Это, ребятки, маршмеллоу. Ну, вы все знаете, что такое маршмеллоу. Я сейчас беру ножнички. Нарежу на кусочки маршмеллоу. Хорошо, оно удобно нарезается ножничками. И я втыкаю сюда пятна. Пятна маршмеллоу. Он станет текучим. Он мне обогатит немножко еще сладостью. И вот, а дети вы сами знаете, как любят маршмеллоу. Это шикарный завтрак. Или даже это можно рассматривать как десерт. Несмотря на то, что батат, это вид картошки. Ну, если так уж разобраться. Чуть-чуть пальчиком надавил. Все, теперь можно вставить в духовку. Ребята, где-то 180 градусов. Ну, по времени, может быть, 15-20 минут. Формочки неглубокие. Здесь уровень невысокий. А то, что мы с вами ждем 15-20 минут. Все, господа, 20 минут прошло. Вот, смотрите. Я сейчас приложу. Вот, легкий колер на маршмеллоу есть. Я вам сейчас продемонстрирую, как он потечет. Вот, смотрите, я сейчас так захватываю. И маршмеллоу потек. По языку потек. Немного нельзя. Нежнейший вкус бананом. Так, чуть-чуть. Батат очень хорош. И вот маршмеллоу просто по языку течет. Вот такие, видите, пятна маршмеллоу. Поэтому давайте скажем, что это запеканка, которую любят дети и взрослые. Давайте будем считать, что в нашей жизни все было зефирно, маршмеллоуно и запеканочно. До встречи на канале Батат, Банан, Маршмеллоу.